АЛЬМЕТИСК Машину кидают, то есть можно даже ударить соседнюю машину, и потом кому эти претензии предъявлять? Друг ограбил друга. Армитерские полицейские раскрыли разбойное нападение. Стало известно, что ранее подозреваемый трижды привлекался к уголовной ответственности за кражу и убийство. От всей души в рамках декады инвалидов прошел концерт в Центре ветеранов. Чтобы молодежь, та, которая к нам приезжает, чтобы повышали свои знания, успехи. И очень приятно слушать и получить удовольствие. АЛЬМЕТИСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Молодая гвардия Единой России провело отчетно-выборную конференцию. Участники встречи обсудили работу штаба за отчетный период и наметили планы на предстоящий год. Нам удалось кардинальным образом изменить ситуацию. И на сегодняшний день наше местное отделение находится в числе лучших республики. Местное отделение дважды за два года возглавляло рейтинг среди 43 местных отделений Республики Татарстан. Основные направления деятельности молодогвардейцев – народный контроль, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, культура, а также участие в мероприятиях предвыборной кампании партии «Единая Россия». Руководитель Татарстанского регионального отделения молодой гвардии «Единой России» Динар Бариев отметил высокий уровень работы местного штаба, его оперативность и слаженность. В ходе конференции состоялись выборы руководителя Альметьевского местного отделения молодой гвардии. Его вновь возглавил Виталий Климонскис. Прошедшие сутки в Альметьевске отметились обильным снегопадом. На улицах города в круглосуточном режиме работают дорожники. Городским управлением автомобильных дорог ежесуточно задействовано более 40 единиц спецтехники по уборке и вывозу снега из города. За последние сутки вывезено около 450 кубометров снега. Снег выводится на снежный карьер. Для того, чтобы не было наката, применяются противогололедные материалы. За последние сутки использовано около 10 тонн противогололедных реагентов. В работе применяется новейшая техника с компьютерной дозировкой, что позволяет избежать перерасхода материалов. Во дворах пока ситуация другая. Не проехать, не пройти. Жители некоторых городских микрорайонов возмущены снежной кашей во дворах. Кто должен следить за состоянием проездов и тротуаров на придомовых территориях Нефтеграда в нашем следующем сюжете. У нас, допустим, во дворе я никогда не видела, чтобы у нас чистили тротуары либо снег. То есть, как зима не началась, снег начал выпадать, то есть ни разу служба никакая не вычищала ничего, не предпринимала. В похожем положении находятся многие дома города. Не убирается снег в дворе дома номер 122 по улице Шевченко, в дворе дома номер 33 по улице Строителей. Это тоже зона ответственности ЖУ-10-12. Жители отмечают, что зима только началась, а проблем уже достаточно. Не производится очистка снега, парковаться невозможно, если паркуешься, выехать невозможно. Машину кидают, то есть можно даже ударить соседнюю машину и потом кому эти претензии предъявлять. Это длится постоянно, а очистка снега не производится вообще. Вот сами же видите, посмотрите. Дом по проспекту Строителей 33 и придомовая территория находятся на обслуживании уже другой управляющей компании – ЖУ-ТЭМП. Но проблемы все те же. Дороги давно не чистили. Если даже трактор проедет, они сдвигают на трубки, снег не убирается. До Славесы пока сам не растает. Там вообще не убирается, можно сказать. Тракторов давно и не видно. За содержание придомовых территорий всех этих домов отвечает управляющая компания. Именно этим альмитисы платят за жилищные услуги, куда входит и уборка снега зимой. ЖУ и должны нести ответственность за предоставление услуг ненадлежащего качества. Жильцы же вправе требовать устранения выявленных недочетов. Полина Сураева, Альмитиск ТВ. В продолжении жилищно-коммунальной темы. Проблема высоких ОДН, хотя и не стоит так остро, как раньше, но все-таки время от времени поднимается жителями города. Волнует их и качество ремонта, капитального или текущего, на который жильцы многоквартирных домов перечисляют деньги обслуживающим организациям. Как раз по поводу этих двух вопросов жильцы дома 3А по улице Гафиатулина обратились в нашу телекомпанию. За два месяца у Флёры Мухаммедовны за ОДН по воде пришло начисление около 500 рублей. Высокий показатель зафиксировал не только хозяйка 31-й квартиры, но и все жильцы дома 3А по улице Гафиатулина. Как выяснилось, управляющая компания уже несколько лет снимала показания со счетчиков. Чтобы решить этот вопрос, старшая по дому обратилась за помощью в исполком города. Администрация вопрос пообещала решить. Вот сейчас опять уже это самое. Мы за август платили 360 рублей и 194 рубля за сентябрь. За октябрь только 30 написали. Это для нас счастье, что мы за кого-то только за 30 рублей платим. Еще одна проблема, которая волнует жителей дома – некачественный ремонт. В августе этого года в доме провели текущий ремонт, побелили и покрасили стены подъездов. Со временем жильцы стали замечать, что из-под краски стала проступать штукатурка. По словам старшей по дому, такого ремонта надолго не хватит. К тому же исполнители ремонта не привели в порядок провода в подъезде. А после завершения работ оставили за собой испачканную в краске лестницу. Видите, вся техничка, что моет, что не моет. Все равно она не открывается. По этим вопросам жильцы дома уже не раз обращались в управляющую компанию «ТЭМП» к исполнительному директору Ландыш Бадридиновой. Я хочу добиться, чтобы нам вернули незаконно от нас взятые 500 с лишним рублей за ОДН. И чтобы Ландыш Габдельбаровна дальше больше внимания уделила вот этим своим работникам. Не нам, а своим. Контроль, чтобы за ними было. Мы тоже обратились в управляющую компанию и попросили прокомментировать ситуацию. По улице Кафиатуллина 3А производился текущий ремонт лестничных клеток. Это предполагает 40% ремонта. Но мы сделали 100% ремонта. И жалоб на качество оказываемых услуг у нас от жителей не поступало в управляющую компанию. Не поступало жалоб, по словам директора управляющей компании, и на завышенные начисления по общедомовым нуждам. Осталось только убедить в этом жильцов дома. Полина Сураева, Дар Прокопьев, Альметьевск ТВ. К другим темам. Альметьевские полицейские раскрыли разбойное нападение на магазин. После неудавшейся попытки ограбить магазин, расположенный в одном из домов по улице Маяковского, ранее судимый 34-летний мужчина обратился с заявлением о нанесении побоев в отдел полиции города Бугульмы. Пока бугульминские полицейские принимали заявление о хулиганских выходках неизвестных жителей Нефтеграда, Альметьевские стражи порядка установили личное злоумышленника по изъятым с места происшествия отпечатком пальцев. Мужчина из потерпевшего переквалифицировался в подозреваемого. Днем ранее подозреваемый приходил в магазин, где работает его давний знакомый. А на следующий день, 2 декабря, снова зашел в магазин и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил более 33 тысяч рублей. Перед этим для безопасности закрыл своего знакомого в подсобном помещении. С деньгами вышел из магазина. Продавец наблюдал за всем происходящим через замочную скважину. Увидев, что злоумышленник покидает магазин вместе с выручкой, выбил дверь металлическим радиатором и бросился в догонку. Догнав грабителя, который уже садился на такси, разбил стекло автомобиля передней пассажирской стороны, вытащил из автомобиля своего знакомого и отобрал у него краденые деньги. Воспользовавшись моментом, злоумышленник поехал в Бугульму и обратился в отдел полиции. Впрочем, у самого подозреваемого другая версия. Я пришел забирать свои деньги, которые ранее им удал. Он мне их отдал. Самый личный. И потом я вышел из магазина. В течение трех минут я делал переговор, потом сел в машину, он выбежал с арматуривным, разбил машину стекло, ударил меня против. Я потерял немного сознания и все остальное во мне на лице. В настоящий момент подозреваемый арестован следователем следственного отдела выясняет все обстоятельства произошедшего. Стало известно, что ранее подозреваемый трижды привлекался к уголовной ответственности за кражу и убийство. В конце 2015 года подозреваемый освободился из мест лишения свободы и нигде не работает. Отделом МВД России по Бугульминскому району за ним установлен годовой административный надзор и ряд обязанностей и ограничений, которые он нарушил. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По части 1 ст. 162 Уголовного кодекса «Разбой», то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ Конкурс на лучшее судебное заседание между студентами юридических факультетов вузов прошел в Альметьевском городском суде. Жюри конкурса возглавил председатель городского суда Тальгад Гадельшин и судьи, специализирующиеся на рассмотрении гражданских дел. Для участия в конкурсе студентам необходимо было знать нормы гражданского права, а также изучить судебные дела по гражданским правонарушениям. Каждому участнику была отведена своя роль. Здесь все как на реальном судебном заседании. Судья, адвокат, свидетели, истец и ответчик. В основу процесса легло дело о младых разведенных родителях, у которых имеется общая несовершеннолетняя дочь. Истцом выступает мать девочки. Она заявляет, что ее бывший супруг совершенно не оказывает помощь в содержании и воспитании их общего ребенка. Мать настаивает на лишении бывшего мужа родительских прав. Отец девочки выступает со встречным иском и просит суд не лишать его возможности видеться с дочерью. По итогам дела судья отклонил иск супруге и дал возможность ответчику исправиться. Подобные обучающие постановки дают студентам возможность изучить порядок проведения судебного процесса, ознакомиться с его основными участниками и их функциями, а также лучше узнать свои права и обязанности, как обычных граждан. Итоги конкурса будут подведены 12 декабря. Ярмарка вакансий, приуроченная к Декаде инвалидов, прошла сегодня в Центре занятости населения. Рабочие места представили семь предприятий и организаций города. Среди них детская городская больница, хозяйство имени Токарликова и другие. Вакансии подобраны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это охранники, дворники, медсестры, кухонные работники, слесоли, электромонтажники и многие другие. Ярмарку посетили более 100 альметьевцев, в том числе 48 инвалидов. 8 из них направили на трудоустройство. В скором времени они смогут приступить к своим обязанностям на новом рабочем месте. Я бы сказал, они более сознательны, очень выполняют те задачи, которые им перед ними поставлены, очень аккуратные и внимательные. А в Центре «Ветеран» в рамках Декады инвалидов прошел концерт. Своим мастерством пациентов Центра радовали студенты Альметьевского музыкального колледжа. В рамках Декады инвалидов в Центре «Ветеран» уже провели конкурс творческой самодеятельности, спортивные соревнования и конкурс поделок. Сегодня гостями Центра стали студенты музыкального колледжа. Эти ребята у нас являются частыми гостями, за что мы им выражаем огромные слова благодарности. Спасибо администрации колледжа на все наши просьбы, на все наши предложения. Они откликаются, приходят с такими замечательными номерами. Репертуар все время разнообразный. Для зрителей, проходящих лечение и реабилитацию в Центре «Ветеран», студенты музыкального колледжа подготовили разнообразную программу. Звучали песни и инструментальные композиции. Артисты выступали с большим воодушевлением. Говорят, что очень важно оказать творческую и моральную поддержку всем, кто приходит в Центр реабилитации. Этот день очень важен нашему обществу для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, с целеустремленностью, их умением просто добиваться успеха в сложнейших условиях. На зрителей юные артисты в очередной раз произвели несгладимые впечатления. И здесь всегда принимают очень тепло и рады каждой новой встрече. Такое интересное выступление. Нам очень нравится, хотелось бы, чтобы молодежь, та, которая к нам приезжает, чтобы повышали свои знания, успехи. И очень приятно слушать и получить удовольствие. Зарина Ахметова, Эльдар Гемаев, Альмитис ТВ. На этом наш выпуск подошел к завершению. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин